50 лет назад в нашей стране было создано общество содействия обороне, авиации и химическому строительству СССР Осавиахим. Рабочие и крестьянка, вступайте в Осавиахим. Этот призыв нашел широкий отклик в молодых сердцах юной страны Советов. Когда настал суровый час испытаний, воспитанники Осавиахима с оружием в руках поднялись на борьбу с гитлеровскими захватчиками. Славные традиции Осавиахима в послевоенные годы продолжило добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ СССР. Ежегодно его организации готовят около двух миллионов специалистов различных технических профессий. В Большом Кремлевском дворце проходил восьмой всесоюзный съезд ДОСААФ. С отчетом ЦК ДОСААФ СССР выступил его председатель, трижды герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин. Докладчик подчеркнул, что Коммунистическая партия и Советское правительство придают большое значение работе, которая проводится оборонным обществом. За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы и подготовку трудящихся к защите социалистического отечества ДОСААФ СССР был вручен орден Ленина. Секретарь ЦК КПСС Рябов прикрепил орден к знамени общества. Ныне ДОСААФ объединяет 80 миллионов человек. Вступая в его ряды, советские люди выражают свою решимость всемерно содействовать укреплению обороноспособности своей Родины, готовность защищать завоевание социализма. Продолжение следует...